всех приветствую с вами я христианин и да я веган этот ролик посвящается прежде всего всем тем кто попал как-то на мои ресурсы на мои видео на мой сайт и узнав что я христианин задается вопросом почему я веган мне часто об этом спрашивают пишут иногда обращаются прямо с какими-то уже конкретными вопросами а как живот и веган если то 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 или в писании в библии то то написано или вот все вокруг делают то то а предки жили так там почему ты все равно веган кратко я отвечу чтобы людей хватило сил послушать хотя бы пару минут это видео я христианин и я веган потому что я люблю животных я люблю все божье творение и исполняю заповедь бога в начале от начала данную в раю при сотворении мира о том что человек должен любить все его все творение бога поэтому я эту заповедь исполняю это же заповедь и сущность бытия закон благого бытия счастливой вечной жизни он нерушимый вечный и он же будет в небесном царстве любви бога нашего иисуса христа куда я и собираюсь отправиться после этой временной жизни без любви туда попасть невозможно без любви ко всему его живому вот почему я христианин и я веган это кратко ну а дальше принципе чтобы этот ролик не делить да это такой ответ кому интересно узнать более подробно и этих этих ответов моих недостаточно то я всех еще раз вас поприветствую на своем канале основном канале христолюб веган как-то я в общем-то и записал видео я веган я христолюб веган и можете его тоже посмотреть и найдете его на всех в основных моих плейлистах которых сегодня я хочу поговорить помимо моего основного канала христолюб веган у меня есть несколько каналов один из которых христолюб проповедь его пьющего в пустыне вегана и вот именно нем мы сегодня будем говорить и о моем сайте христолюб ну или христолюб веган адресов канала несколько для простоты набора на клавиатуре я естественно купил домены христолюб христолюб веган пишет писать можно и по-русски кто не знает как английский то можно писать просто парю по-русски христолюб веган рф вот и у вас мой сайт выйдет я на своем сайте создал отдельный раздел и точно такой же раздел я создал и на своем канале вы естественно его можете найти он и на главный всегда есть я показываю вам компьютерную версию десктопную мобильная в принципе точно такая же на мобильного все ведь ну немножко все складывается но смысл один такой же этот же раздел есть на канале вот этот христолюб проповедь пущу пустыне вегана но это на главной странице если вы перейдете в плейлисты на канале точно также здесь во всех плейлистах ну можно либо найти это как всегда прокрутив скроллом и найти этот раздел веганство ну а можно во все плейлисты кликнуть здесь также всплывают все по все разделы которые есть и выбрать раздел веганство и уже все плейлисты ненужные так скажем по этой теме убираются остаются лишь те плейлисты которые этой теме непосредственно касается ну мы с вами сегодня в частности говорим о веганстве я проповедую веганство так стал активно около трех лет где-то я последним хотя на ю тубе я 6 лет вот первые три года я снова посвящал христианству вечности свободе и любви на любви в основном к людям я говорил пришло время потом поговорить и любви к животным вот буквально три года последние ну в перемешку конечно любви к людям о вечности о свободе все говорю но в частности я такой большой много контента создал о любви к животным о веганстве и у меня получились в оконцовке чтобы это совсем каши не было материалы я создал много да я его поделил по плейлистам чтобы удобно было смотреть сначала я вам все покажу по youtube каналу а потом мы еще посмотрим как это выглядит на моем сайте в принципе конечно это можно отчасти назвать зеркальным потому что как видите здесь все те же самые по сути плейлисты тоже есть в мобильном у вас просто вот такое меню которое вот здесь раскрывается его обычно называют списочкой или гамбургер и здесь тоже самое веган вот так вы видите на мобильном здесь все эти плейлисты по сути ну все страницы но многие из них отражают зеркально все плейлисты которые есть и на канале давайте по ним пройдемся я вам о них кратко расскажу презентую вы сейчас слушайте инструкцию да по сути так хотя в начале я сделает ролик я во первых вот на этот раздел веганство я сделал ссылку и этот ролик я уже записываю для того чтобы вот под каждым каналом кто меня уже давно смотрит пусть даже недавно тот уже обратил внимание что я все время даю лишь такую одну ссылку я пишу зеленое сердечко о веганстве и так как ссылка большая ее есть такой сервис по кратким ссылкам я ее сжал получилось краткая ссылка я ее добавляю в описании и в первом закрепленном комментарии и во всех постах когда я где-то теперь делаю в социальных сетях менеджерах я вся добавляю эту ссылку эта ссылка как раз и ведет вот на этот вот раздел да то есть человек сразу попадает не просто на конкретный плейлист а прямо на мой канал христалюк про пути в пищу пастыне вегана на вот этот вот раздел веганство увидит он вот эти вот 10 на данный момент плейлистов может быть их после этой записи это видео будет больше можно когда-то что-то будет более узко чуть делить но в принципе на сегодняшний день это вот так вот все самое основное может быть небольшие деления еще какие-то будут но уже из-за этого инструкцию конечно я переписывать не буду и как раз к этой ссылке вот то что я добавляю эта ссылка на раздел здесь в скобочках я буду указывать конкретно ссылку на это видео то есть человек перейдет либо на эту либо на это видео попадет либо на ту на тот раздел теперь нет просто удобно и вам я тоже рекомендую ссылки либо куда-то себе сохранить но в принципе в последних свежих видео вы всегда ее найдете ну естественно я этот ролик хочу поставить потому что как раз на сайте на основном когда сюда ролики добавляешь что-то такие связанные с ну кто знает скотобойними там да у меня здесь как раз ссылка на плейлист о фильмах он даже видите так как там показаны жестокие сцены убийства животных они даже не показываются я сюда как раз в основной свой основной свою страницу о веганстве я вот это видео и добавлю она будет здесь чтобы сразу человек мог эту инструкцию прослушать но возвращаемся с вами каналу и youtube каналу и давайте я вам кратко презентую все свои плейлисты первые два плейлиста из десяти это не мои видео это когда-то у меня был сначала я сделал один плейлист веган по сердцу я назвал потом я уж тут сегодня думал о переназвать веган потому что человек а в концовке я его назвал веган по сердцу потому что человек это не мои ролики это плейлист ну создан мною на моем канале но туда кто знает на ю тубе да и тут такую функцию такую возможность собирать все что ты хочешь это не считается перезаливка если даже у кого-то там авторский провал еще что ты просто там внутри плейлиста собираешь какие хочешь видео из youtube вы можете точно также собирать мои ролики добавлять к себе но свои ролики сразу оговорюсь что я никаких авторских прав не заявляю можете перезаливать резать ставить на них монетизацию все что угодно да я как иисус говорил даром получил от него любовь и откровение любви и даром это даю сюда вот и вот в этом плейлисте собрано все что по сути в остальных моих восемь плейлистах собраны ями тематически да то есть это и ну фильмы я сейчас скажу вот я увидите первым плейлистом идет я их отдельно выделил а в том плейлисте веган по сердцу потому что человек я оставил все лекции выступления какие-то людей краткие высказывания свидетельство о том как кто там на веганство перешел социальные рекламы всякие такие что-то коротенькое вот все что там есть все что не мое я туда собрал или плейлист очень полезны спикеры или ораторы или как хотите да я слово проповедники не употребляю многим не нравится хотя себе как раз именно так говорю потому что связано обычно с религией я не религиозный человек я никаким христианским культом конфессии не отношусь я свободен во христе свободный во христе веган как я себе по-другому надо называю да вот то есть там люди и там как раз по доброту что веганство в христианстве это тем более это вообще редкость да и поэтому там ты и нет подобных до спикеров проповедников но там есть как угодно их называют активисты зоозащитники по-разному да есть вот там вы все это найдете действительно много полезной информации интересной помимо там таких взглядов как у меня я естественно веганство говорю через глазами христианина подаю и рассказываю вот кому интересно более расширить свой кругозол я с радостью поэтому так скажем их рекламирую и даю отсылки на их не видео там действительно достойные веган активисты проповедники проповедники опять до слова не очень к ним больше активисты или ораторы или спикеры или кто угодно да рупоры голоса животных я сам у некоторых даже сам несмотря на то что уже давно и проповедую говорю но я у них тоже подчеркивал и брал что-то что полезно что самое лучшее вот хотя сам проповедую да ну а из этого плейлиста я все-таки решил выделить даже дубляжом не делал это фильмы и кино о веганстве и вегетарианстве это действительно культовые фильмы кто знает начиная самого наверное культового знаменитого и действительно изменившего судьбы жизнь многих людей это земляне вот ну и там много чего да давайте слушайте я все-таки буду параллельно вам наверное и сайт показывает да на сайте есть основная страница как я вам сказал да ну чисто информационная как говорится сайт на то он и сайт чтобы где-то в поисковых системах тоже ранжировался и показывался людям да здесь по сути общей информации вот как раз как я вам сказал здесь на главной и будет этот ролик как я уже показал клика на клавишу на на кнопочку веган вам всплывает меню и в конце я всегда любой страницы дубляжом тоже делаю и дубляжом делаю все вот эти мои разделы плейлисты так скажем но и по сути страниц на сайте все которые есть тоже вы все в меню себя будет видеть ну чтобы активные кнопки вот этими не пользоваться вот ну и с вами переходим на следующие это фильмы и кино о веганстве почему сайт то есть опять же страницы все ранжируются ради проповеди я это делаю ну и плюс сайт на то он и сайт да youtube то есть youtube здесь можно что-то тексту информацию добавить вот как вы видите у меня здесь все целый список фильмов которые можно посмотреть ну первый конечно земляне и дальше по списку почему это тоже важно потому что на том же самом канале и в моем плейлисте там далеко не все фильмы то есть какие-то какие-то удаляют какие-то блочат сервисы многие за жестокости потому что мы показано что животными люди вытворяя да как видите тут всего 9 фильмов а на сайте список намного больше вот все эти фильмы конечно где-то можно найти там на торрентах еще поэтому я тоже решила поделиться это очень важно на ю тубе вы их не везде найдете до некоторые групп потому что там запрещены или удаляются или пропадают кого-то добавляешь там уж канал закрывается да вот поэтому я тоже создал такую страничку и на этой страничке этот список весь добавил всем рекомендую настоятельно посмотреть эти фильмы особенно хотя бы основные на если вы действительно хотите познать истину и отречься от зла да потому что в насилии убийстве животных в их эксплуатации нет никакой любви это прямое нарушение закона блага бытия закона божьего который был дан людям от начала при сотворении мира мир был сотворен веганским но такие два плейлиста в принципе я вам о них сказал это все что касается не моего контента ну и теперь переходим к моему контенту первый плейлист который я так по списку добавил это не веган потому что я его создал по образу и подобию некого вот как раз активиста и до землянина это винтерс из англии активиста проповедника и я записав мы с вами переходим в принципе я вот единственно даем не показал лекция веганстве вот я как бы тоже сделал тут по сути я этого дублеж в принципе вот этому плейлисту веган по сердцу потому что человек да здесь я тоже как раз и говорю вот об этих известных активистах активистов ну вот и от винтерс как раз у вас на экране это его видео я вставил до гарри и роски вот тоже известные из америки и вот 30 и на сайте я кстати создал для него страницу 30 у него назад у него тот эта серия роликов называлась 30 дней 30 оправданий есть это видео для русских переведено каналом азы есть там более двух часов все его эти кусочки они склеены и когда-то по одному переводили есть большое видео вот его там можно найти я его кстати отдельно все-таки фильмы даже добавил хотя это не фильм чтобы она не потерялся очень важно я тогда все это создал да по сути это его тексты и его все эти отрезочки все туда входят ну а я взял за образец его мне очень понравился этот формат и я назвал по-другому не веган потому что это же сделал дубляжом его тексты и плюс свои там комментарии все что я хотел сказать и записал свою серию уже на те же самые вопросы пользуюсь его текстами но так как я все-таки еще христианин я добавлял свои пять копеек везде вот получился такой уникальный тоже контент есть весь список этих вопросов вот всегда можно его посмотреть здесь сразу все видео открывается здесь сразу можно переехать к этим текстом какие есть чтобы почитать может быть с кем-то можно сразу делиться конкретно к этим вопросам то есть вот такой уникальный вопрос ну я вам кратко зачитаю несколько вопросов да как пример то есть это такой переходной момент вот как я игру я все-таки веган христианин и это вот как перед переходной момент от вега не вега веган потому что человек веган по сердцу я не зря назвал то есть там все эти проповедники взывают к таким понятиям как истин но они неистинно редко раз слово тоже употребляют они употребляют слово такой мораль и этика как веган по эти векам по морали доброта такие как всегда гаднука чел к человечеству к человеку взывают потому что если ты человек как такой может творить то есть они вот как бы от религии станцируются в моих проповедях речах те кто меня слушать и слышат такие слова как истина я призываю поступать поистине а истина есть любовь вот там тоже любовь слово употреблять но очень редко истина очень редко я как проповедника христианин естественно говорю просто другими словами в принципе мы говорим об одном и том же вот этот плейлист не веган потому что и я в общем-то так и продлил назвал не просто себя у меня был ответ на вопрос потом я переименовал не веган потому что христалюб отвечает или христианин но я стал христалюб это мой такой фирменный бренд христалюб отвечает на вопросы о веганстве ну и вопрос это одинаковые хотя некоторые тоже добавил я расширил так скажем эту серию и да потому что есть вопрос который я тоже слышал лично и у это я такие не встретил но звучат они так можно любить животных одновременно есть их есть животных этому личный выбор мораль субъективно ну или вот истина и доброта до любовь одних животных одни одни животные другие животных а хищниках то почему мне нельзя у меня есть клыки потому поэтому я имею право есть животных убийство и падение животных неотъемлема часть нашей культуры традиции наши предки ели мясо почему нам нельзя поедание животных часть пищевой цепочки смерти давайте вам все зачитаю смерть эта часть жизненного цилка цикла животные выращивать специально для еды сельхозяйственные животные должны быть нам благодарны за то что мы их вообще выращиваем чувствует ли животные боль растения тоже чувствуют боль что станет со всеми животными со все люди станут веганы может просто достаточно улучшить условия содержания животных проблема людей важнее проблем животных на что-то дожить фермером если все скотобойни закрыть и фермерством все да все должно быть в меру да то есть можно чуть-чуть кушать мясом люди самый умный вид живых существ поэтому имеем право их убивать гитлер тоже был вегетарианцем невозможно быть веганом на сто процентов зачем быть веганом если быть вегетарианцем вполне достаточно в индии коровой почитаются святыми их молоко святое да и добро мне нравится вкус животных продуктов веганство не является полноценным питанием веганская еда скучно и скудно и дорогая веганы и слабаки и худые дорищи выращивание сои тоже вредит окружающей среде что если бы веган оказалась на необитаемом острове а как же гол в блокадном ленинграде если я стану веганом родственники друзья не поймут меня бог разрешил на месть животных один в поле не воин веганство это система и секта неадекватных адептов а как же эскимосы разные дикие племена им нечего будет есть они умрут разные северные племена да вот такие вот вопросы вот на все них я вам даже эти решил их зачитать все-таки это инструкция пусть она будет более подробно вы найдете ответы и услышите их не просто человека веган еще и веган христианин для кого это важно вот такой плейлист и вот такая вот страничка на сайте дальше веган во христе ну получается дубляжом у меня а тоже я сделал веганские проповеди но она по сути информационная потому что здесь я так немножко написал добавил ну чтобы она на поисковике на поисковиках тоже фигурировала веганские про веганс веган во христе или проповеди о любви ко всему живому растениям животным людям все равно этом обо всем говорю это мои авторские вот такие именно христианские веганские проповеди в свободе слова на вот тоже конечно тоже можно был в какой-то список там собрать или все подвести под какую-то формулировку но когда я начинал их писать я еще не видел такой формат как у вега это как вот ответ вопрос что якобы я не как-то не ставился целью все все эти мысли сформировать в виде вопросов и дать им как бы ответ и поэтому но все что там связано вот веганство и христианство опять да почему возможно это совместимы ли эти вещи да там самые первые два ролика начинается у меня как раз веганство и христианство такой значок где как бы я да вот она вы видите там на экране вода то есть все все что связаны вам если если вы христианин да и хотите понять почему веганство это часть христианства почему это основа христианства потому что она почему христианство неотъемлемо от веганства до невозможно быть христианином и не бить быть веганом потому что тот кто Кто не любит, в частности, животных, в том нет никакой любви, ни в каком небесном царстве любви он не будет, Иисус Христа, потому что мир изначально Богом был создан каким? Веганским. Любовь к животным – это естественное состояние человека. Если вы убиваете или эксплуатируете животных прямо или косвенно, вы не вернулись еще в рай, о котором было изначально нам всем христианам особенно известно. О том, каким Бог создал мир, он был создан веганским. Об этом я и говорю. И в частности, чтобы подтвердить все свои слова, как христианина, хотя они будут полезны там и, может быть, и иудею, который Тору читает, потому что мы пользуемся и Ветхим Заветом, и христиане, да. У меня отдельный канал, плейлист, который я еще не совсем закончил, но я сейчас заканчиваю, потихоньку над ним работаю. Это «Веган по Библии», так я его назвал, или «Пост». Есть такое понятие у религиозных людей «Пост». Я пощусь. Вот я его назвал, потому что слово «пост» – это слово «постоянство». Постоянство в любви к животным, к людям, к природе. Ну, в частности, естественно, речь о животных, да. Вот. Здесь уже будет больше 60 роликов, сейчас уже 57. Страничка соответствующая тоже есть «Веган по Библии». Как видите, я тоже здесь такое небольшое меню оглавления сделал. Здесь Ветхий Завет, Новый Завет, да. То есть, Ветхий Завет, там, грех падения, все как отравия, каким был создан, и мы, вот об этом веганском мире, который был создан Богом и задуман изначально, где все любят друг друга. О грех падении, в том, что Адам с Евой именно и убили. Первый грех Адама с Евой, прародители, это не сорванное яблочко, это убийство животного было. Вот. Именно за этот грех они вкусили смерть, потому что сами убили. Именно поэтому на них были одеты животные одежды сверху, да, их плоти грубело до животного состояния, чтобы они помнили о своем грехе и изменились. Вот обо всем этом вы там узнаете. Это и привело и к жертвоприношениям, так называемым, животных. Этому они учили Кайна Савелем. Это, в свою очередь, повлекло убийство уже человека, братом брата, да, и так далее. О всемирном потопе, о Ное. Все эти ответы там. Вот вы все найдете, да. А как же потоп? А Бог разрешил там убивать животных? Нет, ничего Бог не разрешал. Это все извращение человеческие. Моисей, да, разрешал там чистые и нечистые животные и пошло. Книга Царства я там назвал, там есть несколько моментов. Илья Пророк, Даниил Пророк, Исаий Пророк. Все места, какие есть в Ветхом Заветном. Все, что касается, так скажем, довеганства. Кто там берет какие-то кусочки, чтобы оправдать убийство животных. Все, я это разобрал, на все это дал ответы. Новый Завет, да. Абеане Креститель отдельно есть, потому что он фигурирует в Евангелии. Потом после Евангелия, это Иисус в пустыне, кто помнит. Ну, я так для себя поделил. Растения в Евангелии, птицы в Евангелии, животные в Евангелии, рыбы в пищу, мясо в пищу, Пасха, Тайная Вечеря, так называемая. И Иисус веган в Евангелии. Потом Новый Завет, Деяния и Послания. Апостолы, все места, которые там есть, Ведение Петру, кто помнит, там чистых и нечистых животных. Собор в Иерусалиме, где якобы там, лишь бы мертвичину не ели. Павел о чистой и нечистой пище, об идоложертвенном, о запрете на богоугодную пищу. И все вот это я там разбираю. И я даже несколько мест, так как я православие тоже практиковал, и ортодоксальное предание православно-католическое очень хорошо знаю. Я, в принципе, несколько для примера просто взял. Я там о монашестве поговорил, почему они не едят. Они-то как раз отказались от... Они как раз веганы, почему-то монахи все настоящие. Ну и для примера показал нескольких, как называемых, великих монахов, там, учителей церкви. Антони Великий, Василий Великий, Исаак Сирин. Вот кому интересно, вот такой вот плейлист, кто хочет разобраться в этих вещах. Что страничка на сайте называется «Веган по Библии», что аналогично, симметрично «Веган по Библии» и «Постоянство в любви» — это плейлист на моем канале. Все ответы на эти вопросы вы там найдете. Этот ролик я специально записываю, вот кому-то поделиться. Я говорю, кто у меня эти вопросы спрашивает. Я, конечно, сам уже даю все эти ссылки сюда на конкретное видео, но желательно вот так вот познакомиться. Сначала у меня вот эти, в принципе, я четырьмя плейлистами ограничивался, но буквально на днях я решил все-таки еще немножечко разделить все и сделать более узко. Для того, что тоже иногда приходится делиться, и такие есть все-таки ярко выраженные темы, и чтобы для удобства это было, я все-таки выделил некоторые плейлисты. Я не стал ролики задублировать, потому что сначала они все были вообще собраны в «Веган во Христе», но вот я решил все-таки сделать некоторое отделение. Я выделил из своих проповедей и собрал в отдельный плейлист ролики, относящиеся до такой темы, как «Хищники и домашние животные». Здесь же, то есть «Хищники и домашние животные». Ну, под «Домашними» я подразумеваю и которые для красоты, так скажем, кошечки, собачки и сельскохозяйственные, все там тоже. Я его так и назвал там, ну, по сути, здесь же еще развлечения, да, охота, цирки, зоопарки, неважно, вы там дома одну себе для радости завели или вот сами ходите. Все я там это разобрал. И также, так как тема идет о домашних животных, это фермы, приюты вот эти, даже веганские, так называемые, ради спасения животных там или еще что-то, питание этих домашних животных, причем хищных, да, когда там спасают кошечек, собачечек, там, тигров и так далее, да. Вот все, что до этой темы, я в этом плейлисте собрал, кому эти вопросы более важны. Это, знаете, даже вот эти вопросы, вот этот, как видите, получилось так, в две строчечки, да, первая строчка, это вот для, кто еще не веган, по сути. А вот то, что я отделил в отдельные, они дубляжом не сделаны, поэтому желательно, конечно, если вы только один плейлист смотрите «Веган во Христе», вы не найдете этих роликов. Ну, по сути, второй вот ряд у меня этих плейлистов, которые так получились, ну, у вас-то они там по списку, если кто на смартфоне смотрит, но не суть важна, они уже для веганов, вот, то есть вот разбираться в этих вопросах, потому что, в принципе, не вегану, лезть в эти вопросы там еще рано, ты должен сначала стать веганом, да, потому что у веганов тоже там есть проблемы, заскоки, что-то принимают, что-то нет, да, да, он может быть сам веганом, но свою собачку, да, свинюшечками, кормить, такой тоже бывает. Вот, по сути, вот этот второй ряд плейлистов у меня больше обращен, конечно же, к веганам, да, поэтому первый я вам озвучил, другой я выделил, ну, тут он, конечно, ко всем подходит, как я говорил, в перемешку, но все-таки, если вы хотите стать веганом, первое, что надо понять, это то, что веганство, это не о еде, не о питании, да, это о любви к животным. И благодаря вот этому первому ряду плейлистов, этим видео, которые здесь все собраны, мои или не мои, вы это и поймете, и либо решите стать веганами, да, и если в полноте, в любви, помимо животных, раскройте в себе полноту любви к людям, обязательно будете в небесном царстве, где мы все будем в этой любви купаться, утопать просто, да, вот. А уже здесь я говорю, более конкретно разбираем вопросы, что да почему, и вот во второй плейлист, так скажем, я отделил, ну, из этого ряда второго, да, я так назвал, ну, я тут не написал, что веган не одевается, то есть, веган не ест продукты, я написал мясо, рыба, молоко, мед, все вот это, да, почему веган это все не употребляет, ну, и не носит одежды, ну, у меня по сути помеху, там, один ролик, ну, да, помеху по одежде, по коже, по всему, почему веган, то есть, почему веган этого не делает, да, почему нельзя молоко, вот, и так далее, и плюс здесь этот ряд относится и к веганам, которые, ну, или вот вегетарианцам, потому что вегетарианства недостаточно, нужно быть именно веганом, и здесь вегетарианец найдет для себя все вот эти тоже ответы, да, вот. Причем все это, знаете, такая планка вот эта, есть и вегетарианцы вообще, которые чисто там, чуть ли не как, вот, знаете, кошерные, не кошерные, как я говорю, там, тех же самых евреев, да, вот он может там, крупный рогатый скот якобы не есть, там, да, свинюшку, ну, свинюшка не рогатая, ну, таких из крупных животных, да, не обязательно рогатый скот, ну, крупный хотя бы, так, как называют скот, там, свинюшка, да, коровка, это он якобы не ест, ну, а уже там курочка или вот рыбка или там это, это я себе там позволяю, да, вот, это же там, ну, куриное мясо, ничего страшного, то есть это люди, да, они просто не достигли познания истины, вот, и поэтому здесь очень близкие темы, я вот по поводу продуктов, поэтому я выделил все вот этих, что до этих вопросов касается, вы здесь найдете, и, в принципе, тоже очень близкий плейлист, это веган по здоровью, как я называю, а по сути более длинная, ну, я вот так назвал веган по здоровью, зож питание, ну, или более длинное название, как один из роликов там и называется, это веган по здоровью из-за правильного питания, да, по правильному, по питанию, потому что я правильно питаюсь, веган из-за здоровья, ну, я же точно не помню, как называть, ну, как-то тоже так длинная формулировка, там, у меня, вот, по сути, тоже там я, конечно, с этими вопросами разбираюсь, потому что есть, есть такое понятие, как зожник, здоровый образ жизни, да, зож, и люди, которые якобы, и в пищу-то это не употребляют, они, и они могут причем называться веганами, вы в интернете можете встретить этих людей, у них, может быть, в никах там, да, где-то проскальзывает, что он веган, но потом вы узнаете, что это просто зожник, и эти зожники обычно потом отваливаются от веганства, потому что их интересует не любовь к животным, и стали веганами не из любви к животным, а просто из-за эгоистичных, в принципе, нормальных желаний, естественных желаний быть там здоровым, правильно питаться, это все хорошо, да, вот, но если ты только из-за этого якобы себя именуешь веганом, то ты не веган, и обычно эти люди потом сваливаются, да, обратно в убийство, и по сути, вот именно, как я уже только что упоминал, то, что вегетарианство это недостаточно, и почему, потому что это только часть любви к животным, да, а как же эксплуатация, то же самое, молоко, молоко получается только посредством убийства ребенка коровы, да, по-другому никакого не получить, насильственное ее оплодотворение, отнимание этого ребенка всю жизнь в цепях, да, всю жизнь изможденная, недокормленная, всякими там, этими препаратами отдойная, как выжатая, как лимон, да, вот, и конец ее все равно любой коровы молочной ее на бойне, вот, это очень важно понимать, именно поэтому я пишу, что веганство или вегетарианство, или веганство, можно сказать, против вегетарианства, да, ну, назвал я или, так, чтобы не оттолкнуть, так скажем, да, интересующихся, но вот здесь тоже я выделил, там, 9 видео, вот, некоторые видео у меня пересекаются, где-то очень важные, уж прям совсем важные, чтобы кто-то не потерялся, или, точнее, чтобы это видео не потерялся, чтобы кто-то на нее лишний раз где-то наткнулся, Потому что если вы там два раза какое-то видео посмотрите, или просто начнете смотреть, вспомните, что вы его смотрели, выключите, я думаю, это не страшно будет. Ну и последний плейлист. Это «Стихи и песни» назвал. «Сказки и цитаты о веганстве». То есть все, что такое, во-первых, это коротенькое достаточно. Ну и вот «Стихи и песни». Две сказки я для детей озвучил. Их не так много в интернете, и мне далеко не все зашли. Вот две мне какие полюбились, я их тоже озвучил. Я бы больше сделал бы, но я пока не встречал что-то такого, как мне кажется, достойного. Ну, цитаты тоже о веганстве, да, какие-то чьи-то высказывания. Все вот это тоже здесь, то есть такой вопрос творчества. Я немножко пробежался быстро, но в принципе потому, что на сайте у меня и не все это задублировано. То есть у меня дальше, мы с вами уже что посмотрели о веганстве, фильмы, лекции, 30 оправданий, не веган потому что, веганские проповеди, веган по Библии. И вот дальше у меня нет вот этих, может быть, я их на сайте добавлю дубляжом, потому что я только сегодня, в принципе, разделил вот эти плейлисты, так как вы сейчас видите, я вам показал вот эту, можно сказать, для веганов больше, да, такую информацию. Зеркально я пока ничего подобного на сайте не делал. Но на сайте наоборот есть более тонкие вещи. Я не стал в одну кучу собирать песни, там даже стихи и сказки. У меня на сайте все эти странички отдельно. У меня есть песни веганские. Опять же, почему я это сделал? Потому что это сайт, конечно, в ролике под любимым видео тоже можно в описании добавить там и текст, песни и так далее. Но я решил все-таки разделить. И вот у меня на сайте есть отдельная страничка веганские песни, допустим. Плюс они здесь в аудио формате, не только в видео, а в аудио закачаны. Их можно скачать отсюда. Это не мои песни, я сам не пою, хотя бы с удовольствием попел бы. Песни очень глубокие. У каких я нашел текст, я добавил. Как видите, то есть тоже можно к любой песенке переехать. Я сделал такой, как текст песни, ссылку. И вот, как видите, где-то есть у меня тексты, где-то еще нет. У кого-то будет желание, кто будет эти песни слушать, если мне их сделает стенограмму, я буду благодарен. Можете прислать мне к этим песням, если их послушаете. Там очень, ребята, в основном они такого народного характера. То есть это не какие-то известные, знаменитые группы. Ну, есть более известные, а есть такой, знаете, прям чувствуются домашние песни. Но действительно очень хорошие, глубокие песни с глубоким смыслом, текстом. Поэтому, у кого будет желание, я хотел бы и здесь, наверное, не только. И плюс к чему-то. А, вот еще. Для чего сайт-то опять? Опять же, эти песни есть в аудио, но нет клипов. А это же YouTube, поэтому в этом плейлисте, понятно, не все дубляжом сделано. Я вам скажу, что почти и нету. Да, вот я сколько насобирал, это такие достойные, мне нравятся. Они у меня закачаны. Я и дома слушаю, и в машине бывает, когда еду. Все они у меня есть. Мало ли, подвожу кого-то, человек услышит такую песню. То они, многие в основном в аудио формате. То есть, в видео формате их и нет. Ну, и плюс, я говорю, тексты тоже. Им и просто можно пользоваться везде, где-то репостить тоже вместе с песней. Потому что там действительно глубокий смысл. Читать очень тоже вплотье, как стихи могут идти точно так же. Поэтому есть вот такая вот страничка. Отдельно сделал стихи, то же самое. Стихи какие-то кто-то читает, я там добавлял. Но какие-то я многие сам, я их собираю, то есть, и сам озвучиваю. Вот они там есть. Потому что это не кем-то. Я где-то их находил именно в текстовом варианте. Я их решил превращать тоже в видео формат. Поэтому сам их зачитываю. Тоже с текстами там стараюсь все собирать. Все вы в том плейлисте найдете. Если вы сами, кстати, пишете, чем-то там творите. По вегу, но кто меня слушает. Пусть у меня не супер большая площадка. Но я с радостью, кто со мной тоже что-то делится. Я всегда у себя все это делаю. Добавляю. Тут мы все должны быть заодно. И проповедовать истину, любовь. Плюс кто, может быть, что-то находит. Когда у вас есть какая-то полезная информация. Я говорю, все, мне скидывайте. Какие-то там посты или еще что-то. Дальше у нас сказки. Вот как я вам говорил. Две сказки я записал. Тут они тоже и в аудио формате. Я их сделал. Потому что я же сам их озвучивал. И видео я там сделал тоже. Но по сути там просто небольшие картинки. И в принципе моя озвучка. Скажи это за меня. Это Россио Бусу Санчеса. Мне очень его понравились. Обе сказки. Скажи это за меня. Бифштекс, который кричал. И Лаура Меликопитающий. Очень всем рекомендую. У кого есть дети. Там ничего нет такого. Знаете, что со скотобойни. Просто вообще супер. Я сам читал. И комок в горле стоял, конечно. Слезы приходилось сдерживать. Иногда даже прерывал записи. Но действительно очень чувственные. Очень глубокие. Я бы своим детям такое читал. Они и взрослым полезны. Я их сам с удовольствием прочитал. Сам с удовольствием озвучивал. Я бы своим детям такое читал. Детям своим или где-нибудь. Если вы работаете в садике. Действительно написано просто великолепно. Без каких-то страстей. С одной стороны. Но абсолютная правда. И очень красиво. Легко. Так читается. Все. Эти две сказки есть, конечно же. И вот в этом плейлисте. Как я вам сказал. Дальше идем у нас сказки. Ну и вот видите. То есть тоже у меня еще есть фото, постеры. Но я еще эту страницу пока разрабатываю. Мне Олег. Как мой друг во Христе. Братец. Все это делает технически. Пока еще не готов. С страницей я хочу собрать все тоже картинки. У меня целая уже база набралась. Потому что я все, что в соцсетях через меня проходило. Я и там все сохранил. Но я и собирал себе базу. И такую все по полочкам. Религиозник. Активник. Активизм. Еда. Шубы. Там зоопарки. То есть я делил. Это надо мне сейчас открывать. Ладно. Не буду. Что у меня там есть. Вот. То есть. И здесь я хочу также сделать. Такую базу. Постер. Картинок. Иллюстрации. Все сделать. Чтобы все можно было. Можно было достаточно быстро тоже искать. Ими тоже делиться. Скачивать. Все что хотите делать. Вот. Ну пока есть страница в разработке. Но я вам уже ее анонсирую. Когда будет готово. Кто-то увидит ее. Рецепты веганские. Да. Все у меня там. Мечта какой-нибудь. Кафешку. Или где-то поучаствовать. Или когда-то была самому открыть. Ну пока ничего особо нет. Но вдруг еще. Да. Чего в жизни будет неизвестно. Может кому-то. И я в принципе на этой странице по сути. Знаете что написал. Я тогда написал. Буду рад знакомству. А. Я написал. Буду рад сотрудничеству с теми. Кто захочет развивать это направление. Посмотрите мое видео. Вы узнаете. Я видео тогда записал. Веган. Моя мечта. Веган кафе. Это направление. Ну вообще-то моя мечта и христианская. Веган кафе. Если быть более таким точным. Посмотрев это видео. Узнаете о моих планах и мечтах. Связанных с веганским питанием. Образом жизни. И его проповедью миру. Лежащему возле. Буду рад знакомству. Общению с каждым. Кто захочет. Как-то совместно продвигать эту тему. Кто любит готовить. Кулинарить. Приглашаю к совместным проектам. В офлайне или онлайн. И давайте вместе что-то придумать. Реализовывать все мои контакты. Для связи. Пишите. Звоните. Или у вас уже есть что-то. Или даже у вас там веганский блог. И вы там кулинарией занимаетесь. Пожалуйста. Я могу вам свою площадку. Хоть и маленькую предоставить. Можем вместе что-то там делать. И размещать. Вот. Я буду рад. Ну и последний у меня веган-сообщество тоже. Ну как-то контактить. Дружить. Знакомиться. Да. Как бы я создал. Но по сути пока ничего. Я тоже чуть ли хотел не какое-нибудь приложение знакомства заделать. Как-то. И плюс. Ну группу я уж там пробовал все это. Да. В общем я здесь просто ссылку дал на свой канал в телеграме. Ну и так просто. Написал тоже по сути свое предложение. Свои мысли. И кто хочет вот замутить что-то. Есть желание в этих. Потому что все это нужны. Либо деньги. Либо силы. Да все нужно сразу. Да. Может действительно кого-то есть желание приложение создать. Я все что от меня нужно будет. Я все делаю. В общем я за любой кипиш. Я говорю даже за голодовку. Ради благого дела. Вот такие странички у меня на сайте. Все они. Какие-то дубляжом. Какие-то нет. Как видите я показал. Даже я вот сегодня по сути только такое свеженькое деление-то сделал. Может быть на сайте тоже это будет дубляжом отражено. Но я говорю из-за одной какой-то изменения я не буду все там менять на сайте. Или вот эти ролики инструкции переписать. И так он кто-то потратил. Может посвятил конечно. Я надеюсь. Может кто-то потратил считать свое время. Я не прослушал эту мою инструкцию. По веганскому материалу. В принципе я вам все сказал. Кого эти вопросы интересуют. Я вас уверяю. Что на моем канале. На моем сайте. В этих разделах. Во всех соответствующих. Вы найдете ответы. Ну на все вопросы. Я потихоньку уже не раз говорил. Что я в принципе вообще заканчиваю с проповедью. С проповедью. В частности с веганскому. Потому что я уже на все ответил. Я не люблю мусолить одни и те же вопросы. Вот это знаете. Потому что ко всем роликам я относился с душой. С трепетом. С вниманием. С глубокомыслием. Все это я дублировал там. На сайте тексты. Все изучал. Все там делал. И каждый контент уникальный. Ответ уже на этот вопрос есть. Смысл все это пережевать. Я уже в последнее время. Вы знаете где-то вот в личке. И там когда в переписке. В этих войнах информационных. Где-то там под постами. В комментариях. Я конечно мало уже что пишу. Ну когда я чувствую конечно. Чего-то человеку. Индивидуальный ответ он может как повлиять. Но очень часто я уже делюсь просто своими роликами. Ссылки на роликами. У кого есть желание. Тот смотрит. Ну а кого нет. Ты ему хоть как говори. Я уже тоже убедился. Вот так вот. И так как у меня уже почти все. Меня там из того списка. Я всегда держал список. Кого-то там добавлял. Что мне еще и еще. Надо добавлять какие вопросы у людей возникали. Если понимал что это когда-то тема для проповеди. Я все помечал себе. У меня почти все заканчивается. Я на данный момент на сегодня. Вот 17 марта 2022 года. Я в основном уже просто заканчиваю. плейлисты веган по Библии. Там я уже весь Ветхий Завет все разобрал. Весь Новый Завет уже сделал все по Евангелию. Вот мне осталось. Это все-таки не половина. Хоть можно так на словах и поделить. Мне осталось как бы апостолы и предания. Но это не половина. Основную массу я сделал. Ветхий и из Нового Евангелия. Это самая большая часть. Уже апостолы и предания. Это не так много по объему. То есть я это заканчиваю. В принципе уже не знаю. И вне веган по тому, что я помню на все эти такие ответил. Какие вам зачитал. Может быть что-то еще будет возникать. Я что-то буду подзаписывать. Но уже совсем редко. И вряд ли это что-то сильно изменит. И вот плейлисты соответственно и странички на сайте. Как видите есть небольшое расхождение. Буду ли я там что-то переделывать. Уже смысл общепонятий. На этом ролике будет достаточно. И даже если вы потом глядя на сайт и на канал будете видеть не такую картинку. Как сейчас на экране. Что-то будет немножко поменено. Но это не сильно изменит. Суть того о чем был посвящен тролик. Как инструкция. Вот так вот. Ну и как я вам сказал. В описании под этим же роликом. Как и под любым. Ну в старых роликах этого нет. И все я их там не буду естественно переделывать. Перезаходить. Все эти ссылки, как я вам сказал, вы найдете вот всегда в описании под роликом. То есть будет о веганстве. Будет просто коротко написано. Специально так сделал. Будет это сокращенное через сервис клик. Ссылка вот на этот раздел веганства. Да. И будет в скобочках ссылка теперь вот на этот ролик инструкции. Чтобы человек либо туда, либо туда тыкнул. Все равно кликнул. Все равно будет это понятно. Ну и в первом закрепленном комментарии я тоже всегда даю эту ссылку. Мне теперь не надо, знаете, на кучу плейлистов давать там. Потому что раньше я пытался на каждый вот. Даже когда их четыре было. Там у меня основных плейлиста. Я на каждой как бы делал ссылку. Там писал. Это веган во Христе. Веган по Библии. Все это больше места занимает. Вот. Все это неудобно. А так короткую ссылку дал и все. Вот была цель такая у меня в видео. На этом у меня все. С вами был я, ваш веган Христолюб. Вот такая вот инструкция по веганскому контенту на всех моих ресурсах. Я надеюсь, они вам помогут открыть глаза на истину. Если вы еще не веганом стать. Я вас призываю искренне от всего сердца к этому. Потому что без любви, без святости, как написано в Библии, никто не увидит Господа. Никто не увидит Бога. Никто не окажется в небесном царстве любви. Царстве любви. Царстве Иисуса Христа. Царстве любви. Только любящий все попадет туда. Кто вдруг веганы будет слушать, к вам тоже слово у меня есть. Без любви к людям. А у веганов с этим беда. Без любви к людям. Без жертвенной любви даже к врагам. В том числе. Никто туда не попадет. Вся ваша жизнь будет напрасная. Представьте себе мир, полный животных, якобы которых вы любите. И вас любят. Но там не будет ни одного человека. Ну или такие же, как вы, якобы веганы. Якобы добрые. Нет. Царство небесное. Божье царство любви. Это царство абсолютной любви. Всячески всего ко всем. О растениях я редко говорю. О растительном мире. Потому что в принципе действительно и христианство. Хотя приходится говорить. По идее христианство. Ну и веганство. Включает в себе еще и любовь уже к растениям. Вот поэтому. Я уже уж это не делю о себе. Обычно о себе говорю. Мое имя. Передающая мою сущность. Являющая веган христолюб. Хотя тогда сюда можно добавить и пацифизм. У нас тут все знают событие. Как Россия напала на Украину. Вот. И можно тогда и гринписовцы. И зеленые себя называть. И так до бесконечности. Ну я вообще себя называю. По сути самое важное слово для меня. И имя, которое у меня на сердце начертано. Это христолюб. И для меня христианство включает в себя все. И веганство. И пацифизм. И зеленость. Как от гринписовцы называют. Да. Это любовь ко всему. Если ты сказал, что ты христианин. Значит, ты сказал, что я люблю Бога. Всячески во всем проявляемый. Ибо Он творит всего. И Он всячески во всем присутствует. Значит, если я люблю Бога. Я люблю все, что меня весь мир, который меня окружает. А если я люблю этот весь мир. Значит, я люблю Бога. А если ты, как говорил Иоанн, говоришь, я люблю Бога. А к Его творению, Его творение ненавидишь, проявляя злые дела. Убийство, эксплуатация, творение зла. К растительному миру, к животному, к людям. То ты никого не любишь. Все твои слова пустые. Ну и в конце еще скажу. Да. Это слова. Любовь это слово. Имя существительное. Оно внутри. А проявляется она в делах. В глаголе. Любить. Естественно, дела это разные. Природу мы по одному любим. Она не чувствует такой боли, как чувствуют души живые, у которых есть нервная система. Да. Ее можно веточки подрезать. Можно кушать плоды. К животным тоже особо любовь проявляется. Мы их гладим, играемся. Веселимся, заботимся. Но мы с ними, простите скажу, не занимаемся сексом. Люди нормальные. С людьми тоже. И любовь ко всем разная. К родителям одна, к детям другая, к друзьям третья. К женщине, к мужчине, сексуальная треть, четвертая. Любовь. Ты же с детьми тоже не занимаешься сексом. Но ты занимаешься сексом со взрослым человеком. Тебе подобным. Который тебе нравится. То есть это очень важно понимать. И дела к любящим и к врагу разные. Любовь ко всем. Любить врагов очень легко. Просто надо понять, что под этим подразумеваются, какие дела. Это говорение правды. Это не ответом злом на зло. Вот такие вещи. Вот и все. Это не значит, что ты его по головке гладишь. Грешников там всех. Нет. Ты их обличаешь, да. Но ты их не оскорбляешь, не уничижаешь. Прочие вещи. Кому все эти вопросы интересны. В конце мой позыв будет еще к веганам, как я уже сказал. Кому интересно христианство. Что это такое. Почему оно говорит о вечной жизни, о свободе, о любви. И о любви ко всему. Вот, пожалуйста, тоже. Всех добро пожаловать на мой канал, на мои ресурсы, на мой сайт. Здесь вы все ответы тоже на эти вопросы. Найдете, что такое настоящее истинное христианство. Кто такой Иисус. Почему Бог любовь и когда-то он являлся в плоти. И почему именно он и открыл нам все эти сущности блага бытия. Вечную жизнь, свободу и любовь. И на этом все. С вами я на сегодня прощаюсь. До встречи во всех моих видео на моих каналах. Кому нравится мое видео, обязательно ставьте лайки. Пишите ваши комментарии, вопросы, замечания. Я все читаю. Ну и делитесь этими роликами. И на своих ресурсах, на своих соцсетях. Ну и в личных сообщениях вашим друзьям, знакомым. Пересылайте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Кто желает, имеет возможность, можете поддержать мое служение и копеечкой. Если имеете возможность. Все. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok